Кремовые и постельные тона. На эти цвета делают ставку производители одежды испанской фирмы Mango наступающей весной. На показе мод фэшн-шоу в Барселоне Mango представила свою новую коллекцию. У генерального директора фирмы и высоких гостей настроение хорошее, ведь предприятие развивается, несмотря на кризис в Испании. Центральный офис Mango на окраине Барселоны. Здесь дизайнеры проектируют модели для следующего сезона. Тут же изготовляются образцы, по которым будут шить одежду в Марокко и Турции, по самым низким ценам, которые только возможны. Более 80% одежды Mango производят за границей. Мы адаптируем продукцию для разных рынков, учитывая особенности конкретных стран. Например, специально для Германии мы создали одежду, которая подходит для холодного климата, модели с более высоким содержанием шерсти или меховой подкладкой. Так мы приспосабливаемся к немецкому рынку одежды. Дальнейшая экспансия за рубежом – это главная цель генерального директора фирмы Энрико Кази. При этом он ориентируется в основном на Европу, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в некоторых странах. Воселение Германии около 80 миллионов человек, а у нас там лишь около 100 магазинов. Их вполне может быть и 500. То есть у этого рынка большой потенциал. Но Mango не намерена забывать и об испанском рынке. Хотя в последнее время покупательская активность в стране снизилась. Поэтому два года назад предприятие внесло коррективы в свою маркетинговую стратегию. Теперь Mango выпускает намного больше моделей для повседневной носки. С недавнего времени на предприятии освоили коллекции одежды для мужчин, запланировано и производство детской одежды. «Наша ценовая политика стала прозрачной. Мы также снизили цены, чтобы больше людей могли позволить себе покупать нашу одежду. При этом качество осталось прежним. В итоге мы смогли продать в прошлом году на 22% больше». Впрочем, даже в нынешние нелегкие времена многие испанцы не собираются отказываться от шопинга. А если на родине дела у фирмы Mango все же пойдут плохо, этому предприятию, скорее всего, удастся преодолеть кризис благодаря большим объемам экспорта.